Больные раком дети Людмила Михайловна Минкина, онкогематолог и руководитель Краевого детского онкогематологического центра. Добрый вечер. Светлана Горковенко, директора благотворительного фонда «Сохрани жизнь» и Али Гульханов, актер-каскадер. И первый вопрос, наверное, к Людмиле Михайловне. Как вы оцениваете возможности вашего или нашего Приморского онкогематологического центра? И если его сравнивать с другими центрами страны? Нашему центру в этом году 26 лет. За 26 лет упорной работы врачей и, наверное, врачей всей больницы, которая нам помогала и решает все проблемы, мы вообще-то добились достаточно хороших результатов. На сегодняшний день, когда мы начинали, выздоравливало всего 10% детей. Сегодня мы говорим о том, что у нас 70-75% – это дети, которые выходят в большую жизнь. Конечно, мы теряем. Конечно, это сложно. Это онкология, особенно детская онкология. Все это трудно, но уровень сегодня лечения в нашем центре, он достаточно высокий. А если учесть, что мы работаем в тесном сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами России, с национальным научно-клиническим центром имени Дмитрия Рогачева, мы работаем с научно-исследовательским институтом детской онкологии, который располагается имени Николая Николаевича Блохина на Каширке, с Санкт-Петербургским центром транспортологии. И поэтому все современные методы лечения мы у себя применяем. То есть то, что мы можем сделать здесь, на территории Приморского края, мы делаем в полном объёме. Если что-то, что мы не можем здесь сегодня сделать, на сегодняшний день, это дорогостоящие какие-то достаточно серьёзные исследования или лечения, тогда это дети получают лечение из центральных клиник. Мы сейчас выясним вопрос, как можно получить это лечение. Я напомню, мы работаем в прямом эфире. И звоните, задавайте ваши вопросы, а также участвуйте в нашем голосовании. И сегодня наш вопрос звучит так. Помогаете ли вы онкобольным? Да, нет возможности. Хочу, но не знаю как. Звоните, участвуйте в нашем эфире. В каких случаях вы обращаетесь за помощью к своим коллегам? Или вам не хватает оборудования, или вам не хватает кадровых каких-то резервов, не хватает знаний специалистов, или не хватает денег? Ну, наверное, вот все три ваши вопросы можно объединить в одно. Трудно сказать, что чего-то не хватает. Просто на сегодняшний день так построена медицинская помощь и высокотехнологичная помощь детям с онкологическими заболеваниями, что, например, нет сегодня возможности в каждом отдельном районе страны иметь молекулярно-генетические лаборатории. Это очень дорогостоящее, и, наверное, нет необходимости иметь в маленьких городах это обследование. Но это возможно сделать в Москве в центральной клинике. Вот поэтому материал отправляется в Москву и проводится там исследование. К сожалению, у нас пока в Краине проводится сцинтеграфия. Это исследование, которое сегодня есть только в центральных клиниках. И тогда мы отправляем детей в Москву. То есть какая-то сложная диагностика, вы вынуждены обращаться. А вот эта вот диагностика, она за счет каких средств? Вот именно на это нужно привлекать деньги? Я пытаюсь разобраться в вопросе, в каком случае нужно привлекать дополнительные деньги. Ну, дополнительные деньги нам зачастую нужны для того, чтобы отправить этого ребенка. Потому что согласно постановлению правительства и согласно социальной политике края и, наверное, в стране в целом, детям и семье оплачивается только железнодорожный транспорт. Есть такое постановление. Ну, представьте себе Владивосток, Москва и железнодорожный транспорт. Семь суток. Конечно, отправить ребенка на семь суток в дорогу – это невозможно. Второе, очень часто бывает так. Все-таки эти федеральные клиники работают на всю страну. И у них тоже определенная очередность на поступление, на койку или на обследование, на исследование. И зачастую нам приходит, например, в пятницу приглашение или в четверг, что в понедельник или вторник надо быть ребенку в 9 утра в городе Москва. Вот в такой-то клинике на такое-то исследование. Конечно, семь дней, семь суток – это невозможно. И без помощи благотворительного фонда, который есть сегодня в детском краевом, рядышком около детского онкогематологического центра, конечно, это делать невозможно. Поэтому многие вопросы, на самом деле, фонд помогает. Но зачастую говорить о том, что сегодня совсем не хватает денег на лечение детей, наверное, это неправильно. Мы получаем достаточное количество денег для лекарственных препаратов. Мы проводим сегодня… За счет государственного бюджета. Да, да, конечно, за счет государства и фонда обязательного медицинского страхования. Людмила Михайловна, ну вот очень часто мы говорим о том, что государство выделяет достаточно средств. И тем не менее, вот такие вот фонды существуют. У меня вопрос, наверное, к Светлане. Откуда деньги? И как вы уверены в том, что эти деньги идут в правильное русло? Конечно. И как вот происходит вот эта стыковка? Деньгодатель, благотворитель, медицинский центр и конкретно ребенок? Ну, изначально для того, чтобы мы что-то начали делать, от нас приходит… к нам, вернее, приходит потребность. Потребность от родителей. Далее мы… пишется заявление, далее мы ее согласовываем обязательно с нашими врачами. И потом мы принимаем эту потребность для работы, смотрим, что мы можем сделать, что мы, может быть, не можем сделать, и как лучше, и быстрее. На мою память мы еще ни разу не закрыли потребность, хотя бывает очень сложно, очень большие потребности, суммы там для то или иного. Ну, что вы говорите под словами потребность? Потребность – это билеты на перелеты, как раз Адмир Михайлович сказала. То есть существует конкретная история, да? Да. Вот вы говорите там, Ваня Иванов, да, вот у него такая-то проблема, нужно столько-то. Вы ищите деньги или они уже готовые у вас есть? По-разному. Есть, что у нас на счету энная сумма денег существует, и это благодаря благотворителям, которые регулярно нам переводят денежную сумму денег. Появилась вот компания «Трильтон», которая регулярно стала нам перечислять суммы портально. То есть существуют и компании, и частные, я так понимаю, инвестиции? Их существует, скажем так, стали люди доверять нашему фонду, и начался поток более стабильный денежный, финансовый, да? Но все-таки основные притоки денежных средств и основные сборы идут за счет информирования населения людей с помощью ваших программ передач, социальных сетей и так далее. Поэтому все-таки закрывают основную потребность – это наши простые люди, а не какие-то компании, либо администрация, либо еще кто-то. Вот, мне кажется, самая большая, даже не реклама, я не знаю, самый главный призыв – это посмотреть просто на детей, заглянуть в эти глаза, да, и услышать их слова. Я предлагаю сейчас посмотреть небольшой ролик. Мы общались с детьми, которые нуждаются в помощи, и некоторые из них уже смогли победить болезнь. Я ходила на футбол, и тренер заметил, что я постоянно устала. Нас отправили в поликлинику, там мы сдали кровь и узнали, что у нас плохие это. И мы поехали на машине в больницу. Так Сергей Замашкин узнал, что болен раком крови. Они не могли догадаться, что у меня заболезнь, а потом, когда взяли функцию, узнали, что пластическая анемия. Ну, мы родились такие сразу с рождения. Все, в 4 дня нам было отроду, нас на скорой сюда привезли, в эту больницу. Мы лежали здесь. Нас полгода лечили. Мы думали, что это просто гемангиома такая. Диагноз не подтвердился, нас отправили в Москву, и Москва уже выставила диагноз. У нас порог развития вен, дисплазия. У Максима, у вашего сына, второго ребенка, ему, если я не ошибаюсь, сейчас 1 год и 10 месяцев. Да, все верно. В свое время врачи поставили страшный диагноз – онкологию. Да, мы ее уже один раз вылечили, это у нас произошел рецидив. Мы прошли 3 курса именно с яхта, который именно во Владивостоке не делается. Это мини-операция, только в больнице Блохина, город Москва. Сейчас нам опять понадобится перелет, проживание. Мы летим с надеждой о том, что все-таки мы победили опять эту болезнь, что ничего у нас не осталось, и улетим домой. Ну, на самом деле, как будет, так будет, как скажет. Если что-то осталось, то нас ждет опять мини-операция в сяхт с большим риском и страхом, потому что не все дети выдерживают, может и умереть прямо на операционных столе. Я там в классе нормально учился, там четверки, пятерки сидела. Уже готовился выпускаться и думать над тем, оставаться ли мне на 10-11 класс. Ну, и тут на уроке физкультуры мне становится плохо. Просто присел и в глазах темнело, там лицо кололо, помехи в глазах. Мы взяли клинический анализ крови и сказали, что мне нужна срочная консультация гематолога. Ну, и выявили апостическую анемию, в общем, уже не гемопоезу. Тяжелую форму. Сейчас, после терапии моноглобулина, мне нужен циклоспорин. На тот момент диагноз у Алины нефраблстома. Ей сделали уже операцию, она прошла химиотерапию и лучевую процедуру. В течение года Алина с мамой боролась, и они побороли это заболевание. На данный момент ежегодно Алина проходит обследование. Ну, я так понимаю, что это нормальная процедура для всех, кто прошел через этот путь. Конечно. Ну, получается, что хорошая, счастливая история. Результат положительный. Таких историй у нас очень много. Ну, глядя на эти кадры, да, вот у меня слезы стоят в глазах. И я еще раз призываю участвовать в голосовании, да, обратите внимание на экран. Я хочу напомнить, что звонки совершенно бесплатные. Звоните, голосуйте, звоните, задавайте ваши вопросы. Я вот предлагаю принять участие в нашем эфире нашего гостя, который принимает непосредственное участие в работе с такими детьми. И расскажите, пожалуйста, как вот так получилось, что вы начали работать в этом направлении? Что вас подвигло? Да, очень сложная картина, которую я сейчас посмотрела, для нас, тем более для артистов, мы через себя все это проносим. Во-первых, хочу сказать спасибо огромное, что пригласили на вашу замечательную программу. И столь важно именно вот этот поднять пласт, который мы должны, типа, не замечать. На самом деле это очень важно. Это и есть резерв человечества. И хочу сказать, почему я здесь оказался благодаря фонду «Сохранить жизнь», куда нас, как участников автопробега «Сочи-Москва-Владивосток» и как гостей киновестиваля «Мирьян Тихова» пригласили в замечательную... Прошу прощения, что я так буду говорить. Замечательную руководительницу этого центра, Людмила Васильевна. И Людмила Михайловна, да, где работают замечательные врачи. Нисти поклон вам за то, что вы столько лет отдаете себе этому. И, естественно, как после выступления сначала на площади, где я видел, как собираются всем народом, представляете, на площади, всем народом вот этот, как сказать, праздник, чтобы помочь, 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 понимаете? И помогали искренне от души. Но как можно остановиться, пройти мимо этого? Естественно, я вот от автопробега, и опять повторяю, как гости кинфестивалю, по приглашению, не то что не отказался, даже я был очень рад, что я оказался там в нужное время и в нужном месте. Притом это было не запланировано, я вам скажу. Я увидел вот эти глаза, вот эти лица, вот эти, знаете, взгляды, казалось. Сначала посмотрели на дядю, когда с длинными волосами, типа, что он тут делает? Артер должен быть там, в буфете. Он, как говорят, у артиста место у буфета. Нет, у артиста место там, где именно наши дети. И я считаю, что все артисты, которые приезжающие на кинофестиваль, я прямо так предлагаю. Не миновать, как говорится, не пройти мимо этого, а заезжать в эти замечательные центры. Важность встречи детей с артистами, оно, понимаете, добавляет такое, стимулирует их жизнь, стимулирует какие-то краски жизни. И когда я увидел столько талантливых детей, там, ну, просто не хочется говорить детали, которые я увидел, да, и рисунки, которые они мне показывают. Смотрите, там есть замечательный мальчик Ростислав. Это настоящий киношный такой художник. Он что читает, что видит, он тут же делает раскадровки, тут же иллюстрирует. Понимаете, там девочка, которая, Алисочка маленькая такая, она с Ишхеной, она говорит, и я тоже рисую. Понимаете, такие живчики, живчики. Естественно, мы сыграли очень хорошую игру под названием «Парусник, фрегат надежда», где каждый выбирал себе каюту, обозначил, кем станет капитаном, штурманом, лоцманом, то есть моряком, понимаете? То есть взбодрились, очень красиво, очень интересно. И очень хочется положить все-таки вот мой приход сюда. Я так было неприятно, конечно, больно, что за 15 лет, кроме местных артистов, а гости кинофестиваля и других конкурсов, которые проходят множество в кино, в замечательном городе Владивостоке, проходят, точнее, даже не знают об этом. Я считаю, что, может быть, моя участие в этом деле положит традицию, что наши артисты, которые приезжают из Москвы, из центра, неважно, обязательно, вот я считаю, что обязательно, чтобы понять, познать, для чего вы работаете на экране, для чего вы себя, а именно отдавать детям. И дети, как вот хороший, знаете, тест-драйв, посмотрят на вас, примут или не примут, и тогда вы себя почувствуете. Да, спасибо. Людмила Михайловна, а вот как меняются дети и вообще динамика из лечения, когда у них вот есть вот такая связь с жизнью, когда к ним приходят известные люди, когда с ними играют, когда им дают понять, что они не больные дети, а что они живут такой же полноценной жизнью. Совершенно правильно, полноценная. Понимаете, дело всё в том, это очень сложный психологический вопрос. На самом деле дети очень тонко реагируют на тёплое и доброе отношение к ним. И когда они попадают в стены больницы, для них сначала это очень сильно тяготит, потому что это очень сложно и трудно. Представьте, капельница, постель рядом вроде и мама, которую он к тебе привязал с утками, которые находятся около него, но при этом при всём всё остальное где-то там. Детский сад там, школа там, у кого-то братья-сёстры, папы, дедушки, бабушки. Всё осталось где-то за пределами. И когда к ним приходят артисты, художники, клоун, у детей появляется, понимаете, второе как бы дыхание на фоне болезни. Они начинают верить в то, что они точно такие же, как все дети. Они правильно верят. Потому что они точно такие же дети. И какая бы тяжёлая болезнь ни была, они дети, которые хотят играть, ему чуть полегче стало. Если взрослый будет лежать, то ребёнок уже идёт играть. Если ребёнку чуть-чуть температура снизилась, он уже в игровой комнате, он уже о клоуном, как они встречаются, это же видеть надо, когда они вокруг клоуна ходят, играют, это у них загораются глаза. Это счастье. Это моменты, когда дети выздоравливают. Потому что любая возможность детям поверить в доброе, в жизнь, и в то, что всё как было, так есть, и всё хорошо, и вокруг них всё как крутилось, так и крутится, это помогает им выживать. И это очень серьёзно. У меня вопрос к Светлане. Светлана, как вы привлекаете, как находите новых? По-разному приходится. Новых, да. Людей, которые приносят вам деньги на больных детишек. Стараемся... Откуда люди черпают информацию? Стараемся информировать, опять же говорю, этой социальной сети, и вот вашей передаче. Огромное вам спасибо, что сейчас у нас регулярное с вами взаимодействие, и мы рассказываем на разные темы о том, как можно это сделать, как можно помочь. Стараемся вот как... Ходить в те места и знакомиться, не стесняться, как я раньше. Не стесняться, говорить, да? Не стесняться, говорить, да. Я почему задаю этот вопрос? Потому что очень часто мы видим информацию, Людмилу Михайловну обсуждали эту тему. Помогите такому-то, такому-то ребёнку, помогите такому-то, такому-то ребёнку. Это не благотворительные фонды, это просто собирают на частные дачи. И как разделить человеку? Потому что, когда он видит фотографии больного ребёнка, конечно, желание помочь. Хоть там хоть 100 рублей, хоть тысячу. А может оказаться как раз... Да, и было сколько угодно случаев, когда эти деньги шли в неправильное русло. Как вот разделить? Это вопрос и к вам, и к вам, Людмила Михайловна. Ну, я начну отвечать. Конечно, все частные случаи нужно проверять. Последнее время ко мне очень часто стали звонить, присылать какие-то сообщения о том, что есть ли на самом деле такой ребёнок, болеет ли он, нужна ли такая помощь и так далее. Поэтому мы со своей стороны, как фонд, берём вот эту ответственность на проверку той информации, которая идёт с частными сборами. Не просто, конечно, проверить, что касается фондов, отличить порядочные фонды, либо нет. Естественно, проверять нужно расчётные счета и регистрацию в налоговой. А что касается частных... Ну вот вы знаете, да, вот просто иногда вот у человека порыв, да? Да. Он увидел объявление в телевидении, или увидел в интернете объявление, и он сразу, ну вот хочется, вот пока, знаете, эмоции, как говорится, накрыло. Вот как быть, Людмила Михайловна? Что касается онкологии, что касается детской онкологии, можно позвонить нам, либо Людмиле Михайловне. Знаете, я хочу сказать, что имя и имидж нарабатываются временем. И, наверное, когда мы ещё начинали заниматься благотворительностью, а это уходит в далёкий 94-96 год, когда мы организовывали первые родительские организации, которые могли бы помогать детям, когда дети в беде, такая была врачебно-родительская организация. То есть это что, идёт медленный процесс. То, что сегодня у нас организовался фонд, это фактически труд очень многих лет. То есть это 22-24 года, когда мы в конечном итоге вот всё это делали, к этому шли. Ну, может быть, это вот ещё мой неуёмный такой характер, который помогал это всё делать. Я это всё видела, когда была на стажировке в Германии. Ну, и я думаю, что мы просто... Наш центр наработал своё имя. Имя честного центра. Потому что у меня был случай как-то. Пришёл спонсор, сидит у меня в кабинете, мы разговариваем. Ну, я ей говорю так, ну что вам нужно вот то-то, то-то, мы с ним всё обсуждаем. Я говорю, да вы знаете, вы можете всё проверить у нас. Вот всё, что покупается, всё есть. Мы можем с вами пройти вот сейчас по отделению. У нас там стоят в каждой палате телевизоры, нам купила какая-то организация. Это, я даже говорю, не знаю какая. А он говорит, да не волнуйтесь, я уже проверил эти телевизоры. Это я вам покупал. И вот понимаете, то есть человек пришёл, когда-то проверил, когда-то посмотрел. И второй раз пришёл, он уже не для того, чтобы проверить, а он чётко знает, всё, что покупалось в этот центр, оно всё используется для детей. И это очень важно. По поводу для детей и для семей. Я когда появился у них, я тоже очень, как вы правильно говорите, подозрительно отношусь ко всем этим. Сталкиваюсь по роду занятых своих. Очень чисто, уютно, красиво. Телевизор это ладно, то есть всё вот реально как дома. Чистота, понимаете, порядок. И коллективу огромное спасибо за это. Что бы сказать. Вот по поводу информирования, да, недавно пошла акция на Центральной площади Владивостока. Я предлагаю посмотреть сюжет, снимали мои коллеги. Итак, внимание на экран. Мы играем на Восток! Адмирал Владивосток! Покажи и прибирай! Встретим с нами, помогай! Пять команд, в составе которых артисты, предприниматели, спортсмены, байкеры и журналисты приняли участие в соревновании, кто больше продаст мороженого на Центральной площади Владивостока. Праздник День мороженого проходит здесь второй раз и посвящен одной теме – помощи детям с онкологическими заболеваниями. Мы группа поддержки хоккейного клуба «Адмирал». И сегодня мы пришли сюда, на этот праздник, чтобы объединиться все вместе и помочь детям. Вот объединение «Братства Востока», «Бумеранги». Очень много людей с разных мотосообществ приехали на этот праздник, День мороженого, поддержать бонгобольных детей. Байкеры ребята суровые, но мороженое любят. Сценарий «Как объединить Приморье для помощи детям» в воскресный день оказался действительно интересным. На сцене выступали детские творческие коллективы, на площади организовали мастер-классы. Заслуженным вниманием пользовалось и мороженое. Николай Николаевич пришел его попробовать вместе с внучкой. Я здесь гость вообще, хотя родился в Владивостоке. Она повела меня по городу, в музей сводила. Теперь сейчас идем на площадь. Там хорошая акция. Мы вынесем туда свою лепту и попробуем мороженое. У меня родители этим занимаются. Они волонтеры, я об этом знаю. Тоже хотелось помочь детям. В этом году праздник День мороженого совпал с днем рождения Краевого онкогематологического центра. Ему исполнилось 26 лет. Часть собранных средств в качестве подарка пойдет на организацию учебного процесса для детей непосредственно в лечебном учреждении. В этом есть смысл, поскольку лечение, как правило, длительное. При этом, согласно официальной статистике, из 400 тысяч детей, проживающих на территории Приморского края, в среднем ежегодно 60 детей заболевает раком. Людмила Михайловна, в чем вы сейчас остро нуждаетесь в ваш центр? Вот у нас есть возможность. Я думаю, что самое большое это внимание и самое, наверное, главное, это то, чтобы дети и семьи, которые попали в очень трудную жизненную ситуацию, понимали, что у них есть поддержка. Поддержка общества, поддержка врачей, потому что мы рядышком, мы помогаем это каждый день. Но когда они знают, что есть куда обратиться, прийти и попросить какую-то помощь в покупке лекарственного препарата, который очень нужен будет, там, на том этапе, когда они уйдут за пределы больницы. Потому что стационаре обеспечения более стабильное, а в амбулаторно-поликлинических условиях несколько сложнее. Они должны превосходно знать, что не страшно то, что они поедут в Москву, что то обследование, которое им необходимо провести, им поможет центр. То есть то, что мы назначим, есть фонд, в который можно обратиться. Это так, как раскадушка. Это то место, где можно и поговорить, и попросить, и получить. И поэтому я хотела бы сказать, что большое спасибо Светлане, потому что она, на самом деле, организовала очень серьезные, много серьезных акций за вот эти три года. И сегодня уже чувствуется, и очень многие знают, что фонд «Сохрани жизнь» у детского онкологического фонда есть. Сегодня родители знают, что у них есть помощь и поддержка. К сожалению, да. Сегодня у нас есть актеры, которые нам поддерживают. Приходят актеры, которые поддерживают. У нас эфир заканчивается. Я хочу сказать, что наш эфир смотрели очень неравнодушные зрители, почти 80 звонков. Это люди, которые помогают больным детям. Только 17, у кого нет возможностей. И 8 человек, они просто не знают, как это сделать. Есть фонд «Сохрани жизнь». Поэтому обращайтесь туда и помогайте, пожалуйста. Потому что чужих детей не бывает. На этом мы прощаемся. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо. И берегите себя и своих детей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok